В лицее номер 9 прошла педагогическая конференция по вопросам профориентации. Модераторами конференции стали преподаватели Уральских университетов. Азбестовский лицей номер 9 стал площадкой проведения педагогической конференции по вопросам сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. Участие в конференции приняли руководители школ, детских садов и учреждений дополнительного образования Азбестовского, Малышевского и Ревтинского городских округов, преподавателя Азбестовского политехникума, а также преподавателя педагогического и лесотехнического университетов. С приветственным словом к участникам конференции обратился замглавы администрации Азбеста Владимир Каменских. Данная конференция, тема, площадка, которые сегодня заявлены, очень важна для всего развития Азбестовского городского округа. Я напомню, что наша инновационная площадка на базе лицея номер 9 достаточно молодая. Этот статус был присвоен ей результатом конкурсного отбора в декабре прошлого года. Но работа нашим учреждениям ведется, конечно, уже давно. И они были готовы к этой ноше, скажем так, и ответственности, которая действительно на них сегодня возложена. Лицей уже несколько лет занимает лидирующую позицию среди образовательных учреждений города по реализации программы Уральской инженерной школы и внедрению технического образования. На своей площадке он осуществляет связь между дошкольным, средним и высшим звеном образовательной системы, сотрудничая с детскими садами города, политехникумом и уральскими университетами, такими как педагогические, экономические, горные и лесотехнические университеты. Учреждения активно участвуют в программах Министерства образования области. В этом учебном году учащиеся лицея единственными в городе стали слушателями дополнительной общеразвивающей программы «Школа юных биоинженеров», которая была реализована на базе отделения экологического образования Дворца молодежи города Екатеринбурга при поддержке Министерства общего и профессионального образования Свердковской области. Программы предусматривали на приведение преподавателями ведущих вузов Екатеринбурга лекционных занятий по таким темам, как введение биотехнологий, классификация лекарственных веществ, основные методы синтеза лекарственных веществ. В лицее налажено сотрудничество с Уральским государственным лесотехническим университетом. Учащиеся лицеи успешно защищают свои проекты на университетских мероприятиях. «Нами было принято решение, что независимо от работы секции, Оргкомитет Центральный еще поизучает работы, которые были представлены на эту презентацию, и выберет лучшие. Так вот, среди этих лучших работ оказалась работа вашего лицеиста. Мне бы хотелось пригласить сюда Юргунова Ярослава за лучшую работу в направлении «Вышеневное творчество». Большую работу по ранней профориентации в Азбесте проводит политехникум, поэтому представители этого учебного учреждения приняли участие сразу в нескольких лекциях педконференции. «Нам главное направить детей на ту единственную специальность, на то, чем они желали бы всю жизнь заниматься. Вот это главное. Профориентация в этом заключается. Это главный ее вопрос. Поэтому мы стараемся детям представить, причем даже не только те профессии, которые мы преподаем, но даже и шире гораздо, чтобы дети выбирали, чтобы они у нас действительно кто любит деревом заниматься, значит, то сваркой и так далее. И в будущем, чтобы они не пожалели». Главной заявленной темой конференции стала выработка модели профориентационного сопровождения учащихся, которая, учитывая тенденции рынка труда, даст детям возможность полноценно реализовать себя в жизни. Татьяна Мельникова, Владимир Денисов, Новости АТВ.